Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого и я продолжаю отвечать на ваши вопросы по Сигмерс Цивилизейшн 6. Если вы не видели предыдущие видео, то рекомендую начать с них. Там в первом видео ответы на вопросы по интерфейсу игры и юнитам. Во втором и третьем видео ответы на вопросы по стратегиям игры. В этом же видео я начну отвечать на ваши вопросы, связанные с развитием. Поехали! Следующий большой раздел вопросов касается развития. Я понимаю, что на самом деле какие-то вопросы могут и к предыдущему относиться, как к стратегии. Ну, вот мне захотелось их так разбить. И начнем с первого вопроса, как правильно раскачивать науку и культуру, ну, помимо золотого героического века. У спрашивающего в конце игры получается 500-600 единиц того и другого, не больше, а у тебя на стримах видел и до 1000 доходило. Ну, как видите, у меня в конце игры 550, но на самом деле просто потому, что я сейчас уже убрал все карточки на науку, потому что я открыл здесь все, что мне надо. Давайте просто разберемся, откуда у нас идет наука. Вот откроем, давайте тир откроем. Вы наводите мышкой на любой раздел города и вам пишется откуда здесь. Как видите, больше всего у меня сейчас идет 30 от населения. И, кстати, люди, я еще говорил это в разделе о стратегии развития, «Люди забывают о том, что наука идет и от жителей». В шестой циве каждые два жителя дают одно очко науки. То есть здесь от 20 жителей мы имеем 10 науки. Написано 30, ну, по той простой причине, что тут сидит Пингала, у которого прокачка исследователь, плюс одно наук, там, господи, как по-русски-то, плюс одно очко науки заход за каждого жителя города. То есть в данном случае еще 20 очков науки. Но так, в принципе, каждый житель 5 десятых науки дает, или два жителя одно очко науки. То же самое, кстати, касается и культуры. Каждый житель дает 3 десятых науки. То есть, грубо говоря, 10 жителей в городе дают 5 науки и 3 культуры. Это к вопросу, опять же, о том, какие здания строить, не строить. Вначале все равно выгоднее построить города. Потому что город с четырьмя жителями дает уже 2 науки. А если вы вместо поселения, и кроме науки, он еще кучу всего другого дает. Просто это просто жители дают 2 науки, но там будут идти еще и деньги, и производство, и культура тоже. А строительство одного кампуса, который, ну, даже пускай он с соседством плюс 3, это всего 3 науки будет, а вы потратите кучу производства на это. Так что вначале, поэтому вначале и имеет смысл ставить города, а не кампусы строить. Либо выращивать города, то есть высокими делать. То есть, вначале 2-3 города вырастить большими, это тоже хорошая стратегия. Так вот, дальше идет 21 наука от зданий и 8 науки от кампуса. Ну, в данном случае, ну, модификаторы, видите, тут у меня плюс 5% от довольства, потому что плюс одно довольство, плюс 10 это если плюс 2 будет, плюс 15% по-моему от экстаза. То есть, держите свои города счастливыми. И плюс 20% от модификаторов, это все тот же Пингала. Вот у него это библиотекарь, город производит на 15% больше науки. Так что, вот, на модификаторы типа не обращайте внимания, это не во всех городах так. А вот, что на все города работает, это, во-первых, города-государства. И, кстати, если на карте нету научных городов-государств, 1000К очень сложно набрать. Это надо реально очень много городов иметь. Так что, города-государства очень важны. Напоминаю, каждый из них будет давать от 3 послов плюс 2 науки каждой библиотеки, и от 6 послов плюс 2 науки каждому университету. Если у вас, например, 7 городов, и везде построены хотя бы компуса с библиотеками, то 1 город-государство, это уже плюс 14 науки, да? А если еще и университеты, то еще плюс 28 науки, просто даже не считая зданий. И не говоря уже о бонусах самих городов-государствах, в данном случае у меня плюс 15% науки, когда вы не ведете войну с другими цивилизациями. А, кстати, подождите. Вообще вот здесь модифика... Вообще это странно. Почему я тут плюс 5%? Хотя должно быть реально плюс 15%. Я вот сейчас подумал, что вот тот модификатор в... Модификатор в тире... Как раз от города-государства, но нет, это явно от Пингалы, потому что здесь, видите, плюс 20, а везде плюс 5 науки. Я же ни с кем не веду сейчас войну. Ни с кем не веду. То есть мне должно быть типа плюс 15. На самом деле мы видим, что во всех городах плюс 5%. Вот так делая вам гайд, я нашел баг. Еще одна важная вещь, о которой забывают, это электричество. Но я уже отвечал на прошлые вопросы, обращал на это внимание. Лаборатория без электричества дает 3 науки, а с электричеством 8 науки. На 5 науки больше. И если у вас, соответственно, те же 7 городов, в которых есть лаборатория, то это плюс 35 науки. И самое главное, пожалуй, ну еще могу сказать о специалистах, но это не так важно. Вот здесь специалисты дают 9. Вот видите, от обрабатываемых клеток 9. Это обрабатываемые клетки, это специалисты в данном случае. В Тире дают от обрабатываемых клеток 10. Это 3 специалиста, и вот еще железают одну науку. Но самое главное, откуда мы получаем науку, это мультипликаторы в карточках. Это круче всего. Во-первых, у меня до сих пор стоит бонус соседства для кампуса и промышленной зоны, потому что мне нужно производство от промышленной зоны. Он влияет только на соседство для кампусов. Поэтому у меня сами кампусы, вот здесь кампус не 3 науки дает, а 6. Здесь кампус дает не 5 науки, а 10. Ну и напоминаю, что я тут еще за Японию играю, у которой очень неплохие бонусы за соседство районов, поэтому у меня кампуса так круто. Но я очень часто в играх и вообще всегда говорю, что кампусы надо ставить на плюс 3. На плюс 3. То же самое касается и театральных площадей, и коммерческих районов, потому что рационализм. Ребята, вот это одна из самых важных карточек для получения кучи науки, потому что она дает плюс 50%, если население города выше 10, и плюс 50%, если бонус за соседство района ниже плюс 3. И эти проценты влияют на здания. То есть в итоге, если у вас 10 населения, и бонус соседства района 3 и выше, вы получите плюс 100% к зданиям. И вот берем Киото, например, где у меня построены все здания, открываем, смотрим, что у меня библиотека плюс 4, университет плюс 6, лаборатория плюс 8. То есть от зданий я имею в этом в городе 23. Кстати, еще тут атомная электростанция идет, и дворец в данном случае. 23. Поставив карточку, я получу еще сверху 23, потому что у меня и город больше 10, и соседство района больше 3. И так по каждому городу. И в данном случае, я даже специально для вас сейчас поменяю карточку, заплачу деньги, чтобы вы увидели, как много я сверху сейчас получу науки. Было 559. Долго стало 662. Больше 103 науки. 103 науки сверху. Просто на ровном месте. И это, ну, в любой момент игры так много будет. Ну и последнее все-таки, что стоит еще упомянуть, это исследовательские гранты. Не забывайте о них. Они конвертируют, по-моему, 15% производства в науку, если я ничего не путаю. То есть, вот, например, в фукуоке каждый ход, ну, то есть, описано, что он 2 хода идет, но вы должны понять, что просто каждый ход 120 производства, 15% это у нас, сколько, 18 науки будет. То есть, каждый ход фукуока будет добавлять 18 науки к общему счету. Если вы так каждый город поставите, то довольно много. И в связи с этим, например, Германия очень классной научной нацией становится, потому что ее ганзы, когда раскачаются к концу игры, они могут, соответственно, конвертировать кучу производства в науку. И Германия очень неплохо в этом плане идет дальше. Так что вот как раскачивать науку. Но, тем не менее, я не очень себе представляю 1000к науке без большого количества городов. По-моему, у меня вот здесь, в этой игре, 1000 даже и не было. Несмотря на то, без большого количества городов-государств научных. Здесь я, по-моему, максимум 900 имел, когда мне это надо было, и все. Следующий вопрос. Стоит ли строить чудеса и на что лучше делать упор в развитии? Немножко разные, конечно, вопросы. Ну, конечно, стоит строить чудеса. Они хороший бонус дают. Просто вам надо понимать, нужен ли вам это или иное чудо, во-первых. А во-вторых, они стоят много производства. И если вы тратите производство на чудо, то вы не сможете построить что-то другое в это время. Как я говорил до этого, если на вас собираются нападать, то вы чудеса строите для ваших соперников, а не для себя. Ну и на что делать упор в развитии? Опять же, я перед этим уже отвечал. Зависит от вашего стиля игры, от нации, которая вам выпала, от вашего местонахождения. Нет универсального одного ответа. Следующий вопрос. Становится ли религия захваченного игрока твоей? Ну, надо понимать, что в религии вот эти все верования, даже если вы не основывали религию, то эти верования работают на вас. В любом случае, вот, например, в моих городах распространен протестантизм. Значит, я могу покупать здания в компусах и театральных районах за веру. Я могу строить гурдвары. Вот это святой орден и примат-папы как раз не работают. В общем, верования основателя могут быть только у основателя. А вот верования последователей, вот эти, которые здесь, они работают на всех, даже если это не основатель религии. Ну и, соответственно, если вы захватили священный город человека, который основал религию этой цивилизации, то верования основателя все равно к вам не переходят. И победить религии, например, вот этой протестантизма, которые основали Нидерланды, которые я захватил, или исламом, например, которые основали арабы, которых я тоже захватил, вы не можете. Вы можете победить только той религией, которую основали сами. Соответственно, если вы не успели основать свою религию, сами основать своим послом, то победить религию вы уже не сможете. Что дают бонусные ресурсы? Ну, самое главное, это возможность их собрать. То есть эти ресурсы могут быть убраны с карты с помощью собирания урожая. А это у нас бананы, камень, крабы, медь, овцы, олени, пшеница, рис, рыба и скот. Они дают разное. Например, бананы, овцы, пшеница, рис, рыба и скот дают сразу много еды. Например, вот бананы, видите, 25 пищи. Камень, олени в том числе. Да, олени. Камень и олени только? Похоже, да. Камень и олени только дают производство. Ну, потому что еще производство можно и с леса брать. А крабы и медь дают деньги при собирании урожая. И, в принципе, частенько выгоднее их собирать. Я единственное, видите, вот здесь не собирал скот, потому что я взял пантеон на культуру от пастбищ. Поэтому мне было удобнее их оставлять. Ну и, соответственно, еще и на клетках, где бонусные ресурсы, дается просто больше чего-то. Вот, например, на лугу обычно у вас две еды. Так как тут скот, то скот добавляет одну пищу. Или вот лук с камнем. Просто лук дает две еды, а камень добавляет одну пищу. Собирать урожай или нет, зависит от вашей стратегии игры. Если вам срочно, например, нужно вырастить город, то почему бы не собрать там скот или рис? Есть ли смысл заключать и тратить время на союзы с другими странами? От других стран есть какая-то реальная польза? Ну, конечно, есть. Во-первых, если вам объявляют войну, то союзник вместе с вами в эту войну вступает. И может помочь вам в войне. Во-вторых, сами союзы дают бонусы. Вот вы можете зайти во вкладку дипломатии, открыть вкладку союзов и увидеть, что текущий союз дает и какие бонусы могут другие союзы дать. В данном случае у меня уже третий максимальный уровень союза с Канадой. И я получаю две науки от торговых путей, проложенных в Канаде. Одну науку от его торговых путей, проложенных ко мне. Каждые 30 ходов я получаю озарение для технологии, которую ваш союзник уже изучил. И 10% к науке, когда вы или ваш союзник открываете технологию, которая уже есть у одного из вас. А также, когда вы оба одновременно открываете одну и ту же технологию. Разные союзы дают разные. Просто почитайте и сами определяйте в данный момент времени, какой союз вам выгоднее. Обычно, конечно, это более универсально экономически, потому что кучу денег дает. А так, в зависимости от требований. Если вы с кем-то воюете, то военный союз очень неплох. Плюс 15% к боевой мощи против игрока, ведущего в войну с вами и вашим союзникам. И плюс 15% при подготовке военных юнитов. Если ваш союзник тоже ведет войну. То есть, первоенный союз надо заключать при условии, что и ваш союзник вступит в войну тогда. Так что, конечно, есть смысл тратиться на союзы. И от них реальная польза. Я уже молчу, кстати, о карточке еще. Есть же карточка, которая дает караванам к союзнику 2 еды и 2 производства. Плюс в каком-то из правительств, по-моему, в демократии тоже есть. Вот ваши союзные пути к городу союзника дают еще плюс 4 пищи 4 производства. То есть, в принципе, союзы это очень хороший способ улучшения своей экономики. Несколько странный вопрос. Как работает система появления железа на холмах? Наверное, просто человек хотел спросить, как сделать так, чтобы у тебя было железо в начале игры. Ставьте в настройках карты стратегический баланс. Вот я, например, у себя не поставил стратегический баланс. И у меня железо вон аж где-то очень-очень далеко. Стратегический баланс означает, что у вас рядом со столицей будут железо и лошади. Хотя бы. А так, в принципе, это тотальный рандом. У вас реально может не оказаться железо рядом, несмотря на наличие огромного количества холмов. Так что вот как в моем случае, ведь у меня аж только какой-то тундре, где я в начале игры город совершенно не хотел ставить. Как получать тематические бонусы от шедевров и археологии? Да очень просто. Навести мышку на вот это слово «тематические бонусы». И тут написано. В археологическом музее нужны артефакты разных цивилизаций, но одной эпохи. Вот, например, у меня здесь так собрано. Одна эпоха – Древний мир, но артефакты Голландии, Японии и варваров. В художественных музеях нужны одного типа, но разных авторов. То есть, например, вот тут, чтобы получить тематический бонус, должны быть три портрета разных авторов. На самом деле, тематический бонус в художественных музеях намного сложнее получить, чем в археологических, потому что, ну, там очень много разных типов, действительно. В картинах это портреты, пейзажи, религиозное искусство, скульптуры. Слишком много разнообразия по сравнению с артефактами. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!